Новость для тех, кто живет в соцсетях. Совсем скоро состоится конкурс на лучшего блогера Ямала. Какие бризы ожидают победителей? Об этом и других новостях расскажем короткой строкой. В Министерстве экономики назвали товары с максимальным ростом цен к концу года. Сильнее всего подорожают непродовольственные товары. На 7% увеличится стоимость бензина, стройматериалов, табачных изделий и ткани. Это рекорд с 2015 года. На втором месте продовольствие, которое подорожает на 6 с лишним процентов. Не учитывая овощи и фрукты. Как отмечают экономисты, темпы роста цены продукты связаны с непредсказуемостью рубля. По этой причине импортеры завышают стоимость товаров, чтобы создать подушку безопасности. Дмитрий Артюхов попал в топ-10 влиятельных глав регионов. А повлияло на это сразу несколько событий в округе. «Газпромнефть» и «Локойл» заключили соглашение о совместной разработке крупного месторождения. А также включение Ямала в список регионов с качественным управлением финансами. Благодаря этим показателям губернатор находится на четвертом месте. Уступаем мэру Москвы Сергею Собянину, губернатору Подмосковья Андрею Воробьеву и губернатору Тюменской области Александру Моуру. На Ямале пройдет проект, где каждый северянин может попробовать себя в роли блогера. Уже в ноябре каждый желающий сможет окунуться в виртуальную жизнь, узнать, как создается визуальный контент в Инстаграм, а также как его продвигать и многое другое. В конце пути комиссия выберет 12 ребят, которые получат контракт на продвижение и 100 тысяч рублей на техникум или путешествие по Ямалу. Оставить заявку можно на сайте, указанном на экране. Срок до 31 декабря. На школьников чаще всего водят на танцы, младшеклассников на плавание, а подростков на изучение иностранных языков. К такому заключению пришли отечественные аналитики, которые опросили около 2000 родителей детей. Больше всех занимаются в кружках и секциях школьники от 7 до 12 лет. В число самых популярных занятий вошло плавание, единоборство, рисование, танцы и музыка. Кроме того, каждый десятый опрошенный сообщил, что их ребенок играет в футбол, занимается гимнастикой или же программированием. Вероника Самушкина, телерадио, компания «Сигма» для НУР-24.